Сразу оговорюсь, расследование, которое вы сейчас увидите, не мое, прислал зритель, причем прислал не только мне, но еще нескольким моим коллегам, вполне вероятно, что вы увидите что-то подобное у других ребят, полдня думал озвучивать или нет, решил, что все-таки нужно, потому что люди имеют право знать правду, особенно о тех, кому доверяют или хотят доверять, а молчать только потому, что человек типа мой коллега. Ну и чем мы тогда будем отличаться от пропагандистов? Это реальная журналистика, хуи из Петр Баталов, тема сегодняшнего выпуска. Напомню, Петр Баталов, автор ютуб-канала «Все нормально», человек, которого я на первых порах даже рекламировал, и в общем, который за несколько последних дней стал самым популярным блогером в Рунете в определенной нише, а не у моего истории с угрозами сегодня. Поехали! Начнем с того, что Петру Баталовым блогер был не всегда. Еще недавно имя этого человека было Петр Олегович Иванушка. Во всяком случае, он сам об этом говорит. Вот в данном видео, например. Сами слышали, человек представился. А еще он владелец, по крайней мере в 2014 году, сайта сид.ру. Это важно, потому что автору расследования удалось выяснить, создание и продвижение сайтов было основной деятельностью Петра до появления его в Ютьюбе в другом качестве. Дальше цитирую автора. Расследование. Вот что мне удалось найти за пару минут. Статья 2013 года. Собчак раскрыла попытку тайной продажи ее сайта. В статье говорится, что в 2010-м к девушке обратились ребята, один из которых Петр, и которые уже создали и раскрутили страницу о ней ВКонтакте, предложили сотрудничество. Мол, они бы и дальше ввели ее сайт официально. За это имели бы процент заказов на корпоративы. Получив согласие, начали размещать рекламу всякого «Г» от имени селебрити и даже втихаря попытались этот сайт продать. По словам Собчак, от действий ребятишек пострадали и другие известные люди. Вот скрины. Собчак. Пишу это прежде всего для потенциальных жертв Петра и Валентина. Лера Кудрявцева. И ты тоже попала на этих людей? Поздравляю. Со мной была еще хуже история. Собчак. Вот компания этих аферистов, не имеете с ними дела. Да-да, вот этот самый сайт, на котором, кстати, присутствует и знакомое нам лицо. Вот тут еще какая-то статья имеется под названием «Как лоханулась Ксения Собчак». Статья якобы написана в 2016 году, опять процитирую автора расследования, в ней Петр рассказывает ту же историю о Собчак и ее сайте, но только с выгодой для себя. Кроме его слов, впрочем, в статье нет никаких других подтверждений данной версии. Лично у меня эта госпожа вызывает лишь отвращение и ненависть, но в данном случае мы говорим не об этом, а разговор о мошенничестве. Скажу честно, я не знаю. Возможно, эту статью состряпали жулики, которые хотят очернить имя Баталова. И состряпали они ее как раз вчера, когда поднялась вся эта шумиха. Черные пиарщики при современных технологиях и не на такое способны, но, и вот об этом я говорил в субботу в своем видео, сейчас продолжу, я не до конца понимаю. Для чего устраивать столь дорогостоящую пиар-акцию в отношении рядового блогера? Есть блогеры и покруче, и побольше. Есть такие, как я, с выходом на федеральный телеэфир. Есть общественники, наконец, а-ля Потапенко или Бондаренко. Если задорого мочить, так лучше ведь их. Зачем простого, рядового блогера, не самого известного? Не понимаю. Теперь к самой истории с преследованием и угрозами. Мне заблокировали счета из-за долга по коммуналке, о котором я ничего не знал, сообщил нам Баталов. А вот скриншот с официального сайта судебных приставов. И тут мы видим, что какой-то долг у Петра действительно был. Причем дело об исполнительном производстве возбуждено еще в июле 2019 года. Сумма, правда, другая. 26 396 рублей. Но мы в данный момент не в точность цифры играем. Петр утверждал, что никаких долгов у него нет и быть не могло. А на самом деле с девушкой так вообще странно. Впрочем, об этом уже кто только не сказал. Она не жена. Хотя и жена-то по закону за косяки мужа не отвечает, если он жив и не в розыске. А тут вообще левая девушка. Где гарантии, что человек эту девушку не вчера в кабаке снял? С какого перепугу? У постороннего, по сути, человека проблемы начинаются. Ну, бред. Про звонки с угрозами. Также вопросы есть? Я такой звонок сам могу сляпать за пару минут. Остановите антигосударственную деятельность. В противном случае ваши потери будут не только финансовыми. Про анонимку тем более говорить не имеет смысла. Отдельно хотел остановиться вот на чем. На это и зритель мой, автор расследования. внимание обратил, и я еще вчера начал задумываться, когда узнал, что буквально всех топовых блогеров заваливали комментариями и сообщениями о помощи Баталову не только меня, и именно заваливали. Сотнями они валились, преимущественно в ВКонтакте. Сотни сообщений! Я не помню, чтобы подобное происходило, когда был накат на Быть Или. Когда накатывали на Сотника. Когда накатывали на Белую Рысь или на Торна. Ну, не было сотен сообщений. Да, писали люди. Поддержите, мол, коллегу. Ну, чтобы вот так, вот, пачками, сотнями, повторюсь. К тому же, мы все общаемся друг с другом посредством одной общей переписки. Все блогеры имеются в виду. Туда Баталов не написал почему-то. Впрочем, когда я узнал, что человек до того как занимался продвижением сайтов в интернете и шарит в некоторых СММ-тонкостях, пазл потихонечку начал складываться. Особенно если учесть, что комментарии и сообщения реально однотипные и агрессивные. Уничтожают оппозиционного блогера. Вот так вот именно. Уничтожают. Как под копирку. Да и само название того ролика. Хайпанем немножечко. Друзья, я не ставлю перед собой задачи утопить этого Баталова. Я не сторонник теории заговоров. И да, я допускаю мысль, что человек мог подвергнуться атаки Пригожинской банды. Но есть еще и другая сторона медали. Нам действительно очень сложно работать в существующих реалиях тем, кто не боится выступать против режима. С огромным количеством геморроев приходится ежедневно сталкиваться. Наши оппоненты не сидят сложа руки. Они всячески нам препятствуют. Одна из задач, которой ребятишки с той стороны добиваются подорвать к нам доверие. Со стороны зрителей очень сложно, повторюсь, противостоять всему этому. Так вот, если господин Баталов решил на своей истории просто хайпануть с целью наколотить подписчиков или поднять денег, то он очень здорово им, вот тем вот ребятам помог. Это хуже предательства. В общем, я высказался, а вы думаете, все. Это было реальное о журналистиках мнение на тему. Я за всем спешу откланяться. Все, пока. Пока.